Здравствуйте, глупого, уважаемые любители планерного спорта! Идем в репортаж из-под грозы, ну, скажем так, почти, вот, в ход сбоку. Ты камеры включил? Не очень. Ага. Сейчас это спасает Пик-Лебюр, горка, которая дала нам немножко энергии, чтобы переждать подходящую грозу. Наш аэродром накрыло, и мы здесь отвисались, ждали, пока зону осадков сбросят с нашего аэродрома. Вот, можете посмотреть, как там все бушует, льется, и, в общем-то, капельку сверкают молнии. Вот, я сейчас, попали под зону под дождь, сейчас у нас закапало, видите, будем обходить через запад. Будем обходить западнее. У нас было несколько вариантов. Сначала мы хотели прорваться на аэродром, была щелочка, вот, я сейчас покажу, где. Вот здесь, вот, между облаками, была щелочка, и дождя там не было. Но пока мы думали и советовались, то щелочка эта заросла, и, в общем, очень хорошо, что мы туда не поперлись. Ну, вот, и поэтому, с учетом западного ветра, мы прорываемся от этой грозы на запад. То есть, обходим ее западнее. Я очень надеюсь, что за время, пока мы будем прорываться, исходя из нашего, опять же, префицита высоты, и, в принципе, перспективными облаками впереди, мы останемся, во-первых, под кромкой, во-вторых, с запасом высоты, и сможем дождаться, пока зона осадка покинет наш аэродром, и зайдем на аэродром в полусусу. Вообще, так сказать, полеты в грозовой обстановке, они, конечно, как игра в шахматы, в кошки-мышки, и так далее, и тому подобное. Что я могу сказать, что могу посоветовать? Ну, во-первых, если вы не знаете, как ведут грозы себя в вашем регионе, не чувствуете прогнозы и так далее, и тому подобное, а грозы тем более фронтальные, то, конечно, даже смысла никакого нет, вот что-то вдруг думать. Увидел грозу, пошел на посадку. Ну, вот, но в нашем районе грозы, как правило, это локальные некие образования, которые, ну, вот, не знаю, 5-10 километров в диаметре Чучундра, вот она, значит, сейчас пройдет, попугает нас и уйдет. Вот, а мы сможем поменять район полетов и полетать еще. Тут, собственно, у нас сегодня весь день и рассчитано на то, что это такая кошки-мышки с грозами. Проблемой может только стать то, что если гроза отсосет всю энергию, мы за грозой оказываемся в зоне, где просто набрать негде. И тогда, собственно, придется идти на посадку. Еще крайне важно, чтобы в этой ситуации мы не оказались, что посадка будет на аэродром с осадками. То есть, если на нашем аэродроме будет вид дождь, то в дождь заходить сложно. Придется выбрать запасной аэродром. Ну, это, как всегда, там, неудобство какое-то там. Ой, смотрите, как красиво. Вот, ну что, хотите, мы вам покажем грозу чуть-чуть с более ближнего ракурса. Посмотрю, можно ли это сделать безопасно. Да, смотрите, вот идет фронт и в сторону... Наша долина вообще открылась, там солнце уже светит. Поэтому мы сейчас по самому краешку зоны осадков пройдем. И посмотрите, как это все выглядит. Вот, и потом, может быть, на запад пойдем дальше. Вот, как выглядит это Страшилище сбоку. Там обратный заток, вон, даже виден. Вот Карлот сейчас показывает на зону, где под облако всасывает воздух. Все красиво так вот, прям, не более низкая облачность образовалась. Падает воздух, вместе с дождем воздушная масса опускается. Там дико-холодный воздух, потому что весь снег, который, ну, собственно, все осадки, вот эти вот, весь этот дождь. Оп, отворачиваю молнию. Весь этот дождь, это лед, который растаял, пока падал. То есть где-то на 10, там, в 80 километрах образуются льдинки, которые падают, там еще нарастают, толстеют, превращаются в град. Вот, и потом град или долетает до земли, или потихонечку тает, но получается очень много холода. И вот воздушная масса, которая опускается, такой ледяной прям воздух, и он создает воздушное течение, в данном случае, нам навстречу. То есть, нам Клауд рисует на бритингах, как грозы ведут себя, и какие они токи воздуха создают при своем движении, это дико интересно. Вот, ну вот сейчас мы грозу обошли, смотрим на нашу долину и видим совершенно нерадужную картину. Почему картина нерадужная, попытаюсь сейчас объяснить, сейчас я отверну вот. Вот, грозы, так, кто у нас тут есть? Есть у нас, есть у нас следующее, к нам движется еще более мощный очаг, и он ближется уже с юга, с юга, и он такой, что вот это все. То есть, в данном случае, вот эта гроза была просто реальная хитонько-хахонько. Вот то, что сейчас проскакало, это вот вообще детский лепет на лужайке. Потому что там какой-то шумоданище, вон, синий-синий. Камера вам это просто не передаст, но просвета в этой грозе не видно, она точно движется, как и это, на нас. Я думаю, что вот на этой оптимистичной ноте мы, собственно, сделали, что хотели, переждали грозу. Аэродром наш открыт, и мы будем заходить на посадку. Поэтому, вон наш аэродром, сейчас я вам крылом покажу. И вот к нему вот эта синева приближается. И вот если мы не успеем приземлиться до зоны осадков от вот этой второй грозы, то нам практически большие приключения нас ждут. Но мы успеем, потому что как раз вот все хорошо у нас. Все, всего доброго, глубоко уважаемые любители планерного спорта. С приветом из грозового Прованса. На, безумный экипаж, ревуар. Да, тканчик.